Я не знал, чей же он такой муж. Ну, муж теперь муж. Потом я вижу, что это муж такой высоченный, с идеальной фигурой, с такой улыбкой. Висящие здесь волосы. И она так вот проходит и ведет за руку сына. И своего, и этого мужа. А сын просто вылитая копия мужа. Такие скромные глаза, такие почти молитвенные, голубые. Такой блондинчик, где-то одет восьми. И так он смотрит без улыбки, так созерцательно смотрит на сцену. И вот идет мать, и ведет за руку такого благовейного молодостарца. В общем, и там в зале аплодисменты просто от несоповестимости матери и сына. Это просто гениально. И наобоих приятно смотреть, но они просто из разных вселенных. Затюканный сын? Нет, он не затюканный. Вот если он затюканный был, это было не то. Это было понятно, что там мама живет другую жизнь. Нет, он совершенно из-за гоу-космоса. Это просто такой, как будто из Сергея Рады. Решетки такой маленький. Да. И, значит, мама сначала вынесли ее картины, потом читали ее стихи. Потом она пела акапелла, и потом подачем-то перешла на оперный голос. А потом началась ее танцевальная часть. И там вот вообще... Ты доскидывала талантов, человека немножко разваливали. Да. Все это было неинтересно. И тут у нее начали танцы, и просто челюсть. Сразу понятно, откуда она вообще. То есть такая техничность, такая как бы виртуозное владение материалом вот этим всех, значит, физиогономическим. То есть пропадает предыдущий. А потом к нам подходит женщина просто с макияжем, как вверхое сердечко. Слишком яркие глаза. Это слишком обтягивающее платье. Еще с таким украинским она, оказывается, из Киева. Еще с украинским этим вот говором. Мы с Леней сидим. О, боже мой. Она... А у нее больше всего претензии. Там, это так, это так. Звук светоосветителя нашему. Значит, здесь, здесь, здесь дым. Мы с ним думаем, да, да, понятно, это будущий победитель. Да, да, понятно, ну хорошо. Ну, в общем, самое, значит, скажем так. С СЛА больше всего претенциозность. Мы включаем, начинают свой номер. Тут даже светоосветитель забывает включать дым. Потому что все просто... У всех отвечает ослесая челюсть. Там идет акробатика такого уровня высочайшего. Причем она профессионально работает какими-то там арт-менеджером какой-то рекламы. И, значит, она за своим братом показывает, значит, он там ее держит за... Одну руку за ногу, она, значит, там держится. Потом так, потом переворот, потом прыжок. Значит... Ничего. Да, и там световик, он ничего не делает, потому что все застыли. А-а-а-а. А я внутри думаю, господи, извини, что я так о ней думал. И потом совершенно как бы уместно она получила первое место. Ну, это цирк просто. В цирке она работала. Не, вот фишка в том, что они никто не работают этим. Если бы это пришла танцовщица, санцевала, пришла циркачка. Профессионализм просто. Да, вот именно. Что это люди, которые... Может, чтобы она была циркачка. Да, конечно.